всем привет привет мои дорогие добро пожаловать на мой канал diamond dream сегодня делаем очередную серию нашего ежедневного расклада что происходит ее жизни прямо сейчас использовать я буду колоду таро безумной луны давненько уже не использовала уж не знаю сколько раскладов хотя очень люблю как именно эта колода говорит именно в этом раскладе сегодня мы вновь вернемся к ней вам нужно как обычно визуализировать человека на которого вы хотите посмотреть эту информацию и мы с вами сейчас посмотрим что меняется в его жизни какие энергии его окружают его мысли его чувства к вам и соответственно остальные вопросы которые мы постоянно с вами задаем касаемо его жизни итак пожалуйста визуализируйте вашего мужчину назовите его имя представьте его можете дату рождения назвать вы строите энергетический канал сейчас не некий будем надеяться карты таро покажет именно вашу ситуацию что происходит его жизни прямо сейчас тут эта сущность куют пентакли туда видите на на закалку в печь швыряет их нет не швыряют потихонечку красиво один за одним туда пентаклики идут скорее всего обычный рабочий день никаких особенных событий скорее всего большинства из ваших партнеров либо он занят работой обычный будничный рабочий день если же он находится на отдыхе сейчас в отпуске допустим то значит один из череды обычных дней ничего особенного показывают вот такую энергетику давайте посмотрим что уходит сейчас из его жизни какие уходят энергия и что приходит на смену какие энергии приходят что происходит в его жизни прямо сейчас а а тот человек этот на которого мы смотрим расклад сегодня находится в неком состоянии какого-то каких-то ограничений то есть у человека складываются сейчас как-то так обстоятельства что он либо не может решить какие-то вопросы очень важные которые ему нужно сейчас решить либо он скован действительно ну всякое бывает что человек приболел либо плохо себя чувствует либо чувствует себя как-то энергетически опустошенным либо действительно есть какие-то препятствия обстоятельства которые его сковывают сковывают его действия то есть ему нужно бы как-то действовать какие-то свои проблемы вопросы решать а он здесь скорее всего не может потому что что-то ему мешает вот сегодня такая энергия нам показывают так 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 такие вещи окружают этого мужчину уходят из жизни на данный период времени какие энергии энергии соблазна энергии каких-то страстей энергии не всегда правильных поступков ну я имею ввиду с моральной точки зрения может быть энергии обмана энергии манипуляции то есть что-то такое было в его жизни совсем недавно он ходил как будто если не по краю бездны то по очень 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 такой зыбкой грани между добром и злом вот эти вещи они сейчас уходят в прошлое на смену приходят новые яркие энергии желание двигаться вперед желание развиваться какие-то новые планы какие-то тот действительно человек может начать что-то планировать и хотеть какие-то новые веяния в свою жизнь впустить в разных сферах жизни это может быть не забывайте что у нас общий расклад и естественно у каждого из вас из ваших партнеров ситуация своя но общая энергетика такая но однако же что-то ему сейчас не дает не позволяет двигаться вперед энергия каких-то ограничений сейчас он находится в ограничениях неких ограничения тоже понимаете очень по-разному здесь огромное количество трактовок могут быть как обстоятельства так и вообще какие-то закрытые учреждения могут быть человек может быть попал туда к примеру да либо в какие-то обстоятельства попал такие что выбраться не может до из них либо я уже вам озвучила чувствует себя нехорошо энергии не хватает либо действительно какие-то препятствия встают на пути ну вот так давайте спросим что этот мужчина сегодня думает о вас думает ли вообще и что думает конечно думает да что именно думает давайте посмотрим ах мысли мои тяжкие ах мысли мои противоречивые думает думает причем здесь может ожидать от вас известия может хотеть вам сам написать позвонить с вами поговорить но знаете мысли у него сегодня достаточно непростые по какой причине вспоминает скорее всего он какие-то вещи когда либо вспоминает либо обдумывает когда вы у него просили помощи когда он был вам просто необходим он вам нужен вообще у него мысли об этом о том что он вам необходим он вам нужен посмотрите здесь вот эта сущность женского пола она как бы выклянчивает у него денежку чтобы он подал эту денежку а он вот такой щедрый можно сказать но только как-то странно он протягивает до эту монету не слишком-то щедрой рукой но он себя таким представляет что он эдакий благотворитель он дает вам свое внимание когда вы его просите он об этом думает ему нравится когда вы хотите его внимание ему нравится когда вы хотите чтобы он как-то вашу сторону проявлялся чтобы он давал вам свою энергию кого-то может быть в материальном плане у вас какая-то связка здесь ним есть в общем ему нравится когда вы испытываете в нем потребность но тут же мысли и тяжелого плана у нас идут потому что смотрите есть какие-то у вас накопленный скорее всего хотел сказать недоразумение недопонимание какой-то груз здесь эмоциональный есть поэтому и мысли у него достаточно тяжелые и очень двойственные он считает что вы с ним очень часто можете находиться в позиции вот этих двух людей посмотрите перлись друг друга лбами и вы являясь единым целым все-таки вы являетесь какими-то противоборствующими сторонами уперлись скорее всего оба уперты он считает что вы упрямая но и себя тоже считает далеко не крем-брыле как говорится да вот поэтому у него мысли сейчас такие что вы можете находиться в какой-то ситуации когда вы не уступаете друг другу и выхода из этой ситуации невозможно сейчас увидеть этот выход потому что по двойке мечей поэтому аркану тем более в этой колоде здесь вряд ли его даже можно сейчас увидеть по той причине что оба человека оба этих вот я не могу сказать что это противники потому что опять таки это единое целое по сути ну что как вот сиамские близнецы могут быть противниками друг друга приблизительно то же самое здесь но что-то между вами такое есть какое-то противостояние которое не решается у него об этом мысли если есть дети общие может думать о детях тоже о ваших если детей нет он просто думает о том что хотел бы какое-то от вас позитивное известие получить вполне возможно хотел бы и вам отправить какую-то весточку как-то с вами поговорить переговорить как-то разрешить какие-то порешать какие-то вопросы какие эмоции мысли сегодня у этого человека в отношении вас а ему знаете сегодня не до вас я так скажу я не вижу эмоции каких-то чувств чтобы мне ярко демонстрировали на сегодня потому что человек этот поглощен полностью своими делами если работает значит рабочими делами причем у него ситуация на работе неблагоприятная либо высокая конкуренция либо споры либо какие-то закулисные игры у него за спиной в общем ему приходится здесь за что-то бороться здесь сплошные арканы борьбы борьбы за его права за пентакли за место под солнцем вот все эти вещи поэтому сейчас нам не показывают эмоции в отношении вас у него сейчас эмоции все полностью направлены на свои дела если же на отдыхе допустим да он находится то все равно есть какая-то информация именно по работе по деньгам которые его сейчас волнует и могла внести даже какой-то раздрав в том плане что лежит человек отдыхает пузиком кверху на солнце да а то вдруг бах и приходят какие-то известия по поводу его материальных дел работы допустим которые начинают его волновать действительно что-то такое вносит непорядок до какой-то в этом плане и вносит некий сумбур сейчас в его жизнь поэтому не до вас давайте так скажем сегодня вот так что мужчина скрывает что мужчина скрывает от вас сейчас ну во первых у него вообще достаточно много от вас секретов в каком плане это человек достаточно закрытый аркан мир у него свой есть определенный мир причем в нем может находиться только он и все и больше никто и он туда никого не допускает поэтому вот этот аркан вам показывает что человек может в принципе закрываться в своем мире соответственно что он скрывает да очень многое скрывает очень многое связано с его внутренним миром с его окружением даже вообще со всем что касается его личных каких-то вещей важных поэтому тут у него много может быть чего но также здесь может быть связан этот аркан с расстоянием с каким-то сообщением с кем-то на расстоянии либо какими-то глобальными делами здесь имеется в виду большие прям какие-то расстояния может быть у него какие-то дела где-то там в другой стране бизнес примеру либо есть человек с которым он общается где-то на расстоянии далеко в другой стране Либо еще что-то в этом плане, вот это он может скрывать. Но больше здесь идет речь, конечно, о том, что он в принципе закрытый человек и перед вами полностью не открывается. Что мужчина хотел бы вам сказать, но не говорит? Что хотелось бы ему сказать? За что-то он зол на вас. А еще он хотел бы сказать, что по сути он такой человек, не зря я сказала до этого закрытый. Вот он и хочет вам сказать, что он человек закрытый, его территорию нарушать нельзя. Ему нельзя говорить резких слов, это он так считает. Я не говорю, что этого нельзя делать в принципе. Он так считает и он хотел бы вам это сказать, но по какой-то причине не говорит. И что вообще он внутренне считает себя достаточно холодным человеком, расчетливым, здравомыслящим. Скорее всего, какие-то там телячьи нежности ему точно не нужны. Чрезмерное внимание к его персоне, он безусловно требует вашего внимания. Ему льстит оно, ему оно приятно. Но вот чрезмерных таких вещей ему не надо. Он хотел бы вам сказать то, что он король мечей. А король мечей это вот такой товарищ, сухарь по сути, человек в футляре. У него есть множество и хороших очень, конечно, качеств у короля мечей. Но в основном это то, что я озвучила. И, конечно, он хотел бы вам, какой-то части аудитории, он хотел бы сказать, что у него есть некие вещи сейчас, события, связанные с каким-то королем мечей, с каким-то мужчиной. Либо о каком-то мужчине что-то хотел бы вам сказать, но по какой-то причине скрывает это. Что его волнует сейчас? Что этого мужчину волнует? Есть у него страхи, есть у него сомнения, есть у него чувство вины, возможно. Потому что в этом аркане здесь больше именно чувство вины. Посмотрите, как грызет ему спину, шею, не дает ему спать вот этот вот противный такой здесь чудик. Что-то, что-то его, в чем-то он себя винит, в чем-то может считать, что он неправ где-то в каких-то... Может быть, в отношениях с вами запросто и такое может быть. В общем, ему есть от чего потерять покой и сон, в чем себя обвинять, в чем копаться. Есть у него блоки, ограничения, эмоциональные проблемы. Это все для него не чуждо. И вот это его сейчас волнует. То есть его волнует сейчас его нестабильное и даже сложное эмоциональное состояние. И какие-то вещи, как угрызение совести, вот правильнее будет сказать. Вот это его и волнует. Как у него дела сейчас дома? В том случае, если вы живете отдельно, у вас отдельные дома. Как у него дела сейчас, атмосфера вообще дома? Как он себя чувствует? Очень даже неплохо он себя чувствует. Двойка кубков. Но здесь не обязательно идет речь о том, что он с кем-то там проводит любовное, так сказать, свидание дома. Вот этот аркан, он может говорить о многих вещах. О том, что у него действительно есть с кем-то отношения, допустим. Если он живет с какой-то женщиной-другой, ну вот показывает двойку кубков. Хотя мы сегодня посмотрим еще вопрос, что у него с соперницей. Возможно, нам покажут совершенно не то, если это касается соперницы. Но тут не обязательно и не у всех будет соперница. Здесь речь о том, что у него в принципе складываются хорошо партнерские отношения с людьми. Сейчас это аркан очень хороших партнерских отношений. Когда у него, даже если есть какие-то проблемы на работе, дома, скорее всего, все складывается более или менее хорошо. А даже вообще хорошо, давайте скажем по этому аркану, в эмоциональном плане. Хорошо. Поэтому это может говорить о том, что у него складываются сейчас хорошо отношения с людьми. Если живет один, значит, в принципе, общается с какими-то людьми в хорошем, позитивном ключе. Если живет с кем-то, значит, у него все сегодня спокойно с теми людьми, с которыми он живет сейчас. Так, теперь давайте спросим, есть ли мысли, когда просыпается о вас? Вот он проснулся, а есть ли мысли? Я бы сказала, что он просыпается вообще с мыслью о вас. Посмотрите. Солнце. Солнце поднимается из-за горизонта. Ваш мужчина просыпается, и первая мысль о вас. И эта мысль очень светлая. Во-первых, мысль о том, что вы здесь тоже у нас близнецы. И посмотрите, какие. Насколько вы родственные души с ним? Насколько вы его человек? Первая мысль очень светлая, красивая, ясная именно о вас. Так и хочется сказать, что он вам хочет сказать, что вы его ясное солнце. Что вы его согреваете. Что вы его окрыляете. Ну вот так. Прекрасный аркан, великолепный. Когда засыпает вечером, какие мысли о вас? Туз Жезлов. Ну сейчас у него, кстати, мысли и когда просыпается, и когда засыпают, очень даже вау. Когда засыпает, он больше вас представляет, как сказать, правильнее-то. Он больше думает о вас, как о женщине. Во всех планах. И в сексуальном плане. Вашей привлекательности. И в том, что вы прекрасная мать. Либо можете быть замечательной матерью его детей. И в общем, знаете, что вы такая яркая, активная. Что вы вызываете у него желание вообще жить и двигаться вперед. Сегодня о вас мысли вот такого порядка. Несмотря на какие-то там сложные арканы другие, да, у нас выходят вот такие сегодня мысли. Так, давайте теперь спрашивать, говорит ли с кем-то о вас сегодня и что именно, если говорит. Король кубков. Но опять, вы знаете, мне кажется, что очень чудо не кажется, а так и есть. Часто выходит этот аркан. И здесь, конечно, идет четко мужская энергетика. Он может говорить с вами, вернее, о вас с кем-то, с каким-то мужчиной. И говорит он только самые теплые слова, самые хорошие, с хорошими очень эмоциями. Он даже может говорить, что любит вас, потому что по королю кубков это так. Когда он говорит с мужчиной, чаще всего с мужчиной. Нам здесь не четко могут показывать это, но больше здесь мужская энергетика идет. И слова эти вот такого порядка. То есть, если говорит, а у многих он говорит, то это очень теплые слова о вас. Наблюдает ли за вами, собирает ли какую-то информацию, интересует ли его ваша жизнь вообще сейчас? Не могу сказать, что активно он это делает. Скорее здесь, если даже он и делал до этого какие-то активные шаги для того, чтобы за вами наблюдать, сейчас нет. Нет, это аркан отдыха наоборот. Нет, скорее нет. Но поэтому аркану еще может быть так, что он очень много думает о вас и может, допустим, в соцсети заходить, либо вас отслеживать где-то в мессенджерах именно перед сном. Перед тем, как засыпать, вот он может взять телефон, допустим, поклацать, погонять, посмотреть что-то о вас. Но вообще какой-то активной слежки я здесь не вижу. Если вы с ним в расставании, хотел бы этот мужчина вас вернуть. Здесь и сейчас, сегодня. Если вы в расставании, то пока скорее нет. Он будет здесь смотреть. Не то, что нет вообще категорически, не в этом плане. Он понимает, что, скорее всего, нужно время. Во-вторых, он будет посмотреть, а как дальше будет складываться ситуация. Смотрите, глаз какой здесь. И тут человек такой, крадучись, выходит из-за угла. В общем, здесь он будет сейчас наблюдать и смотреть, оценивать ситуацию и думать, а как быть дальше. Поэтому здесь нельзя сказать хочет, не хочет. Здесь вот ситуация сейчас такова. Стоит ли вам сейчас сделать первый шаг в отношении этого мужчины, если очень сильно хочется? А вы с ним в расставании. Вот прям очень сильно хочется. Ну, вообще, по идее, здесь очень многим из вас можно было бы уже и к другим берегам отплывать. Во-первых, заняться своими какими-то делами, планированием своей жизни. Вообще, пора вам уже что-то менять в жизни. И глобально причем менять. Но если хотите сделать какой-то шаг, вы можете, в принципе, сделать. Но посмотрите, здесь человек, кстати, у нас нарисован воздушный шар. Он плывет тут на этой своей лудочке. Воздушный, кстати говоря, на воздушном шаре. Но он смотрит, он отвернулся, он туда куда-то плывет, в другую сторону. То есть, не нужно делать таких шагов, которые дали бы ему абсолютно полное ощущение того, что Вася, я твоя навеки. Как-то так вот, немножко как бы неравнодушно, а как бы так, не зацикливаясь. Как-то можете сделать шаг, допустим? Но это не должен быть шаг. Я тебя люблю, не могу без тебя жить, прости, я была такая-сякая. Хотя вы были тысячу раз правы. Но мы же очень часто себя начинаем винить даже в том, в чем мы не виноваты на самом деле, если мы расстались с человеком. Так вот, вы не должны сейчас поступать так, стелиться там перед ним, умолять в чем-то. Нет, вы можете сделать первый шаг, но как-то он такой должен быть легкий, ни к чему не обязывающий. И не показывающий ему, что вы там дико от него зависимы. Как бы шаг сделали, но смотрите на свои дела и занимаетесь чем-то своим. И ему демонстрируете, что у вас есть свои заботы, свой мир, свои дела. Вот так. Можно ли ожидать от этого мужчины каких-то действий в ближайшее время? Да, от этого товарища можно. Он хоть и не знает, хочет вас вернуть или нет. Даже, кстати, этот вопрос касается не только тех, кто в расставании, а и тех, кто находится в отношениях сейчас. Да, причем здесь какие-то приятные действия с его стороны. То есть, если в расставании он может здесь сделать шаг для того, чтобы с вами помириться. Либо вообще какую-то приятность вам в эмоциональном плане преподнести. Так что да, здесь могут быть от него действия от этого мужчины. Давайте так. Я решила, что вопросы соперницы я уберу вообще в самое окончание расклада. Поэтому сейчас будет предпоследний вопрос расклада. Как вам лучше себя вести сейчас с этим мужчиной? Хотя не вижу смысла, в принципе, вытаскивать аркан, потому что я вам вот здесь все рассказала. Давайте спросим все-таки, на что вам обратить внимание мужчины? Мужчины, в принципе, на что вам обратить внимание сейчас? На какие-то конфликтные энергии, которые вас могут посещать. Вот если у вас будет возникать желание вытащить этот, оголить этот меч, а что-нибудь, как-нибудь его повредить этим мечом. Я, конечно, смеюсь, это шутка, но если какие-то конфликтные энергии вас будут посещать, ревность, если вас будут посещать такие энергии, что хочу сейчас оголить меч, все ему высказать, хочу показать ему, кто в доме хозяин, что-то ему доказать, вот не стоит этого просто делать. Вы должны понимать, что вряд ли это приведет вас к каким-то должным результатам, таких, которые вы ожидаете. Вести себя с чувством собственного достоинства, не унижаться, быть мудрой, да, это одно. А другое дело, по любому поводу, либо, в принципе, когда вас подбивает так вот, что хочу вытащить этот меч и с ним разобраться, это совсем другое. Вы потом можете пожалеть. Просто вот вам на это обращают внимание. Если есть какие-то вот такие у вас энергии, вы чувствуете их, то постарайтесь с ними поработать и их утихомерить, потому что поступать надо в любом случае всегда очень взвешенно и лучше на холодную голову. Вот если у вас вдруг начинается желание что-то сделать под горячую руку, да, он вам попался, либо там что-то вот на горячую голову, не делайте этого. Остыньте вначале. Ну и теперь будет вопрос для тех, у кого на 100% есть соперница. Кто у кого нет и кто, допустим, только лишь подозревает, к примеру, да, то этот, пожалуйста, вопрос не смотрим, прокручивайте его. Это будет завершающий вопрос расклада. Что у него с соперницей? В том случае, если соперница есть на 100% сегодня, что у него с соперницей? У этого человека очень неустойчивые отношения с этой женщиной. Их бросает то в лед, то в пламя, как говорится. То они ссорятся, то они мирятся, судя по тем раскладам, которые я делаю и смотрю. Сейчас, сегодня именно, им судьба дает какой-то новый шанс для того, чтобы наладить отношения. Вот, у кого-то могло состояться примирение, а у кого-то здесь может быть даже какое-то семейное сборище, допустим. Они могут сегодня как-то либо помириться, либо наладить отношения. Вот что-то такое в этом плане. Сегодня вышло так, девочки. Так, смотрите-ка, у нас вышел на дне колода Аркан, тройка мечей, девчонки. Те, кто, если вдруг кто-то из вас пребывает сейчас в этом Аркане, либо в любовном треугольнике, который вас не делает счастливой, очень сильно задумаетесь над этим. Потому что в этом случае показывают вас. Посмотрите, как вы выглядите. Хотите ли вы выглядеть вот так? Подумайте над этим. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду вам очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, преданных, верных, надежных партнеров. Всех вам благ, мои дорогие. Пока-пока, до следующего расклада. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!